Здравствуйте, дорогие подписчики. Привет всем огромный из Новолтайска. Иду я сегодня по делам. Сегодня 9 октября. Видите, как у нас тут дорогу пытаются делать. Люди кирпича надолбили. Ой, шиферы. И думаю, надо же вторую серию, вторую часть рассказать нашего переезда, наших мытарств. Я, конечно же, в первой части не рассказывала совсем уж о том, как было фигово, когда мы здесь-то, как я уже говорила, все оставили, сами поехали за вещами. И когда в Семипалатинск приехали, и мы еще здесь автомобиль доставили, Запорожец, он у нас сломался. Он был очень старенький. Еще какого года? Восьмидесятых, наверное, годов Юрынова папы. Ну и тоже у людей оставили его. Тоже переживали очень сильно. Ну, речь не о том, как мы переживали за автомобиль, а о том, как мы приехали, и нам там в Семипалатинске начали палки в колеса вставлять. Но я не буду, конечно же, переходить на личности. Было очень грустно и обидно. Столько пережила вообще ужас. Бестолковая была, что 26 лет. Еще беременная. И ни о чем не думала, вот зачем надо было ехать куда-то. Сидела бы на месте. Нет, поперлась. Жена декабриста. Муж предложил поехать. И вот надо было мне. Когда закончили техникум, у нас было распределение, мы тогда не уехали. Потому как Юра не мог оставить старых родителей. Старые родители у него были. Думал, как уедет, как досматривать будет. Но на то время, когда мы поехали, отец уже умер. Он, слава богу, ходил за ним до последнего. Это было, конечно, это отдельная история. Но молодец он. Не оставлял мать. С работы бежал в больницу. Потом, когда уже его выписали в последние дни, ему оставались он все время с матерью был. У матери домой так к нам с Андреем заходил переодеться и на обед. Максимум видели его полчаса. Ну, ездили тоже с Андрюшкой в больницу. К деду. Ладно, сейчас повествую дальше. Вот поехали, мы сели на поезд, купили плацкартный вагон. Ой, купешку купили. Плацкартный. Что говорю, в купе мы ехали. Вы купили купе. Мама, я, сынок и доча. Доча, маля, пусечка такая, 10 дней ей было. Ой. Ехали в поезде. Благо, ехать-то недолго. Семипалатинска до Алтая. Так мы пеленки стирали, вывешивали в проходе. Нам никто не запрещал. Все сохло очень быстро. Какие памперсы раньше? Да я о них и не помышляла. А вот о памперсах-то. У нас было как по стандарту подгузник матерчатый из фланели. пеленка. Пеленка тонкая, сица и фланелевая. О, как раньше было. Ладно, доехали мы до Барнаула. Нас там Юра встретил. Пока они с отцом уехали сюда на Валтайск, Юра успел пристроиться на работу. Извините. Вспомнил, что когда-то ездил сюда, у него знакомые были в Барнауле, а у них были пасеки. И была у них, был у них газик. И в общем, как предприниматели они числились. И к ним он и пошел. Не знаю, как он там с ними свиделся, по телефону ли. В общем, к ним пошел и пристроился он водителем к ним. Начал ездить, помогать. Далековато было очень ездить туда. ездил он к ним в Барнаул на велосипеде на стареньком Урале. Ой, как это было тяжко. Очень рано вставал, уезжал. Очень поздно на этом же велосипеде возвращался. Потом, постепенно, когда они там, там пасеки все расставили, его стали посылать в командировки в Новосибирск. Но это уже было позже. А вот они нас встретили. То есть он уже пристроен был на работу. И привезли домой. И ужас! Ужас! Конечно, отец мой, пока Юра уходил на работу, пока нас не было, готовил и еду, и пытался делать косметический ремонт. Мы привезли с собой какие-то стройматериалы. Так, помаленьку, что было. И он, папа мой, короче, трудился изо всех сил. тут мы приехали, переночевали, и на следующий день я просыпаюсь, и у меня температура 40. Оттеть, здрасте, приехали. Ребенок маленький. Ничего не знаем, никого. Куда идти, что делать? Ой, спасибо огромное. Низкий поклон родителям до земли. Так, мой я сейчас поеду, потом расскажу. Повествую дальше и как раз заодно показываю, какой у нас осенний городок до Валтайска наш. Это у нас центральная улица Октябрьская жила, по которой въезд в Новоалтайск. Ладно, вернусь к теме. Температура значит 40. я в лёжку. Ничего нельзя, антибиотики нельзя, дочу кормлю грудью. Ой, мама берёт всю работу по дому на себя с отцом. Юра на работе. Андрюшка сынок помощник тоже помогал как мог. Водопад Представляете, кинулись, а у нас оказывается в доме нет воды. Что делать? Насос заилился, посмотрели, да и вода как-то не особо вкусная была. Ну, местные жители, соседи подсказали, что все ходят на колонку. к тому же еще, плюс к тому же еще и воды нет. На колонку надо ходить. Ну, вообще, красота страшная сила. Ну, тут хочешь, не хочешь, болей, не болей. Я как-то собралась силами, говорю же, бестолковая, пошла, поставила дочу и сына в больницу, карточки унесла, как бы на учет поставила. За себя я никуда не ходила. Просто унесла. Ну, тут пришла к нам медсестра с поликлиники. Я все лежу, как в пуматозе. Мама мне только подносит там покормить ребенка и сама все делает. Забегая вперед, скажу, что когда родила моя дочь, я боялась этого. Поэтому я все бросила и работу в том числе и поехала к ней помогать. Потому как помнила, что мне помогла мама. Так, я пришла в парикмахерскую. Сейчас хочу стать красоткой. Надо подстричься. в парикмахерскую. не моя. Но придется стричься. Я хожу тут под ним все время. Ладно, иду спрашиваю. Вот вышла я с парикмахерской. Такую красотку сделали. Не знаю, не получится наверняка вещать. Пока по-моему как еще дела. Ой, два часа просидела в парикмахерской, пока мне вот эту красоту навели. Честное слово. Ой, да чем установилась-то? Не помню. Пока перебегаю, налог заплатила, да, в парикмахерской была, сходила вот сюда, вот, я здесь покупала раньше куриц, не то, что куриц, ну, там что-то, лапки, голени, бедрышки, все отдельно. Да, потом я стала практиковать и, ну, брать курьей, потому что я посчитала, что это выгодно. Возьму сразу штук шесть-семь, разделаю их на запчасти, которые мне нужны. и пользуюсь. Зашла в один магазин, который за Сбербанком, второй, и куриного магазина нет. Съехали, говорит. Остался один в городе, на Гагарина. Сейчас иду еще в один. Вот местная, наверное, вот. Ну, здесь осталось, так что сейчас что-нибудь возьму, для чехов били. Примерно это будет. взяла я бедрышки, потому как они растаявшие уже, чтобы мне дома не растаивать. что-нибудь приду, приготовлю. И что? Буду повещать дальше? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ромоевой Джульетте. Это так, к слову. Надо иногда и шутить. Нет, это, конечно, не смешно. Шутить я в смысле над тем, как мы перебирались сюда. Что я сделала? Я уже рассказывала, что сходила в поликлинику. Не знаю, как я это сделала. На крыльях, наверное, слетала. Ну, и пришла оттуда медсестра, правда, быстро. Какие-то советы нам дала, чем мне полечиться. И я, в принципе, организм молодой начала восстанавливаться. Помощь мамы сказалась, конечно, очень-очень существенная. Я восстановилась. Началась наша жизнь. Начали мы обустраиваться. Отец там постелил пол. Ну, в смысле, на пол ДВП, сверху линолеум. Говорю, мы что-то привезли. В общем, обустроились. Поклеили мы с ним обои, побелили потолок. В общем, навешали шторки и жизнь закипела. сынок сынок наш познакомился с мальчишками. Ну, вроде бы, как нас встретили соседи. Даже вот припоминаю соседи, которые с нами по двору. В принципе, в огороде ничего не сажалось, но на каком-то нашем клочке они нам посадили ведро картошки. Мало того, ведро картошки посадили, еще они нам дали ведро картошки, по-моему. Мы тоже их чем-то угостили, каким-то вареньем, ну, все, что привезли. Солонину варить, это у нас было с собой. И вот мы живем, хлеб жуем. Юра ездит на работу, мы дома, ну, отец, мама, я с ребятишками. Дни идут, деньги тают, у нас мы договаривались на определенную дату, когда мы будем оплачивать за дом. Я уже говорила, что мы должны были, у меня лежит этот трикотаж, который мне нужно реализовывать, не ведомо как. и я начинаю бегать по магазинам, договариваться, где-то сдавать, ездить по каким-то людям. И когда у нас случались переезды, переезды, которые мы совершали здесь, на Валтайско, в Семипалатинске, мы знакомились с какими-то людьми, которые тоже ехали из Барнаула. И вот надо сказать, что они нам тоже какую-то помощь оказали, что помогли нам с реализацией. Я помню, мы туда ездили, я по каким-то школам ходила с сумарями, продавала трикотаж. Ну, на то время он был хорошего качества. У меня, кстати, сохранилось несколько костюмов. У меня сын был, муж одет, и мы сами во все вот это трикотажное с фабрики трико, в смысле платья, кофты, костюмы спортивные. Короче, знакомились, как-то начали жить, но долг есть долг. Мы его отдавали вовремя. Это для меня было табу, я лучше есть не буду. Тут наступает такой момент, конечно же, мама моя уезжает. уезжает она домой и остаюсь. И как-то все, не знаю даже как, как-то все складываться начало, не помню с чего началось, полное безденежье. В чем дело? Потому что мой муж, у тех людей, которых он работал, они посчитали, что зарплату они ему платить не заплатят за месяц, они ему заплатят потом, короче, когда смогут. Им деньги очень были нужны, оказывается. Им, которые сюда не переезжали, которые жили с родителями, ну, нужнее им оказались на тот момент деньги. Муж приехал домой, ну, то есть, у нас определенная дата, на которую мы должны были полагаться, что просчитаться. и говорит, так и так, денег они мне не хотят платить. Он работал добросовестно и, честно сказать, в проголодь начали жить. Я нашла какой-то магазинчик в Божово, куда привозили, фух, напылил, деревенское мясо, и я что там стала, покупать сало. Он уезжал у меня утром, допустим, и я ему что могла дать? Только сварить супа с этим салом. Ну, сало, естественно, ему отдать, кусочек там оставить, срезать мясо сыну и дочери, ой, дочери, отцу, что-то. Сама вообще ужас, как начала питаться. И поедет в Новосибирск, этот суп у него по дороге закиснет, термос в банках везил. Короче, это было нечто. Просто сало солили с хлебом, в общем, что только они делали, перешли на сало. Благо, организмы молодые, что мы вот это вот ели, и от свинины терпеть не могу из-за этого, наверное. Да и то мясо бы ели. Тут ну, меня муж работал, там, куда он приезжал, например, на базар, там начинал колымить. Кто-нибудь попросит что-нибудь перенести, перевести. там же он что-то заколымет, сразу нужно было сыну купить трансформер. Потому что на улице у всех мальчишек местных начали появляться трансформеры. Ну, а нас как отстанет, не то, что как отстанет, это мы сами себя чувствовали неловко, что у него этого нет. Он у нас, конечно, был мальчик такой, что не ныл, не выпрашивал, но муж вместо того, чтобы купить какую-то еду, что-то покушать, он выкупает эти трансформеры и начал ему оттуда каждый раз что-то привозить, чтобы не хуже других. То какой-то ему привез козырек с пропеллером, с вентилятором, с батарейками, то один трансформер, то другой, то еще что-то, какие-то новинки оттуда возить начал. А у нас с дочерью начались проблемы. Ну, питание у меня было не айс, поэтому она у меня, малышка моя, перестала ходить в туалет. Это было сплошным мучением, чтобы она сходила у меня по-большому, ребенок маленький, нужно было ей столкать мыльце, процедуры, короче, совершить. И что мы заметили, что если я выпью стакан на два газировки, видно, чего-то мне не хватало, то она нормально ходила в туалет. И вот муж мне стал возить газировку. Ой, боже мой, что мы предпринимаем. мой отец мастер на все руки, царство ему небесное, вообще, руки откуда надо были, печи клал, и камины, и все, и все, что ни попадя. Мы с мужем пишем объявления и ходим, расклеиваем их, что выложу печь. Начали мы расклеивать эти объявления, и откуда ни возьмись, пришел заказ. Не знаю, как нас нашли, я уже не помню точно, у нас же ни телефонов, ничего не было. И поехал мой муж, помимо той работы, что у него была, он же ее не бросал, хоть и деньги не платили. Страшно было без работы остаться. Здесь такой, который даже деньги не давали. Воспитание, наверное, такое. Поехали они на субботу-воскресенье в Барнаул. Заказ пришел первый, по-моему, из Барнаула. Выложили они там печь. Ой, я помню, какое-то было счастье, когда они купили еды. Боже мой, это была радость, сказочная радость. Привезли они домой, это все, как мы радовались. Ну и вот, с Божьей помощью, мы начали выкарабкиваться как-то. Не потому, что отец сложил печь, и мы на его шею выкарабкивались, а просто так случилось, что соседка нам сказала, что можно сходить на завод, который недалеко от нас, и там попробовать пристроиться в строительство, так как мы закончили ПГС, и в то время мой муж учился в институте в технологическом, в Семипалатинске. Сначала на вечернем, потом мы уехали, он на заочное перевелся. и он идет туда, на этот завод, и его берут, берут мастером на стройку, как-то мы снимали видео и показывали, как он работал на доме 1-2, он назывался под часами в центре у нас там на стройке. Вот это был его первый объект, он устраивается туда, там у него была стабильная зарплата, и мы потихоньку начали планировать, как мы истратим наш бюджет, сколько чего нам надо на месяц, и ездили, закупали продукты в Барнауле, старались, а жизнь в это время била ключом. Я в этом видео даже не знаю, пока, наверное, не буду затрагивать тему отношений с соседями. Но хочу сказать одно, что я рыдала и говорила о том, что мы должны назад переехать. Как такое могло быть? не не что люди плохие, может, они сто раз хорошие, просто, наверное, так восприняли приезжих, и когда люди переезжали, когда, в принципе, массово переезжали, ну, в разные места мы оказались вот в частном секторе, в таком глухом, и мне не нравились отношения с соседей, хотя я была на тот момент молодая, но они меня, как бы сказать, я так считала, что это меня унижает, то, что они делали. Постепенно, постепенно мы начали возмущаться, что так не должно быть. Ну, это, наверное, отдельная тема должна быть для разговора. вот так мы выживали и обустраивались. Ну, пожалуй, все, наверное. Вот это были наши самые страшные, наверное, это было самое страшное время. Хотя, если разобраться и поковыряться в памяти, в каждом периоде какие-то страшные моменты бывают. Но именно на тот момент было то. Хотя мы на тот момент считали, что это в порядке вещей, что все рано или поздно образуется и просто жили. терпели, терпели, наверное, с соседями и между родственниками. Вот это, наверное, самое страшное. Даже соседи как-то не так, как родственники, которые должны были в трудную минуту поддержать, поддержки не было. Ну, я не говорю относительно всех. Были такие люди, которые нам очень сильно мешали. но слава Богу, мы были всегда вдвоем. И так и остались 30 лет уже вместе. Ну, всем пока-пока. До новых видео. Субтитры Субтитры Субтитры